Устроили тут балет Так известный игрок Команды Металлург Данис Зарипов Коротко и ясно Выразился О четвертой игре Финала Кубка Гагарина 2016-2017 года С командой СКА Но мы же Игру с вами рассмотрим немножко Поподробнее И в первую очередь ребята Хочу поздравить с днем рождения А именно Рыкова Рыкову исполняется 20 лет Хочется пожелать ему Всяких успехов Удачи в жизни Личной А так же продвижения По его карьере и побольше Побольше, побольше, побольше голов И побед И так же поздравляю с днем рождения Ковальчука Ему исполнилось 34 года Так же хочется пожелать ему Всяческих успехов Побольше побед И всего Всего самого Хорошего в жизни А теперь давайте Немножко поговорим Об игре И Ёкарный бабай Прошло каких-то 27 секунд И Антипин забивает гол Ворота команды СКА Ну ё-моё Что это такое Вес ледовый ошарашен Игроки СКА Не могут понять Что вообще произошло Но благо Ребята не расстроились И где-то буквально Проходит минута И они начинают Атаковать Возвращается к своей Намеченной тактике А судя по игре Это была Бешеная скорость Нереальный прессинг Магнитки И как только Вот они входят В зону магнитки То тут же Выстраивается Какой-то забор Клюшек Просто перед ними И не дают Подойти близко К воротам Команда СКА Вынуждена Бросать по воротам Издалека Чтобы Хоть как-то Немножко Немножко Разгрузить защиту Чтобы их убрать В сторону Чтобы подойти Как-то поближе И сыграть На добивании Но команда Металлурка Не дает Этого сделать И по броскам Створ ворот У нас уже 8-2 В пользу СКА Тут блин Шипачев Зарабатывает У нас удаление Остается у нас Команда играть 4 на 5 И проходит Каких-то ровно 30 секунд И Мазякин Зарабатывает У нас 2 минуты штрафа Он ударил Клюшкой Барабанова И так у нас Игра равная 4 на 4 Идет Молниеносная Атака Броски По воротам Кошечкин Ловит Не дает Забить Гол команде СКА Тут же идет Контр-атака Магнитки В сторону СКА Проход по правому Флангу В зону СКА Что-то пытается Ребята реализовать Ничего не получает Идет бешеный Обмен Атаками И тут у СКА Появляется Хороший момент Пас на Барабанова Барабанов Вбросок Но тут Кошечкин Закрывает Правый нижний угол Щитком Также хочется Отметить То, что было Пару моментов У Хафизулина У Бешеного Просто Удара Херсли Но, к сожалению Так и ничего И так у нас Команды Уходят на Второй перерыв Со счетом 0-1 В пользу Магнитогорска Опять какая-то Вот просто Непонятная Потеря Шайбы У команды СКА В их зоне И чуть ли Опять Не получился Молниеносный Гол В начале Периода Ну что это Такое Блин СКА Владея Шайбы Входит в зону Магнитки Бросает Кошечкину Кошечкин Спасает Ворота Еще один Момент Но штанга Спасает Кошечкина Потом Магнитогорск У нас Идет в зону СКА И ничего Не получается Опять СКА И тут Шипачев Бросок И Хафизуллин На добивании Гол И счет у нас Равняется 1-1 Опять какие-то Происходят Молниеносные Атаки Там Ребята Бьются Хотят Выиграть Победить Потому что Команда Металург Вроде бы Вела тут уже С преимуществом В одну шайбу Уже Счет у нас Сравнялся И надо Что-то делать Надо что-то Предпринимать Всячески Атакуют Всячески Прессингуют Входят В зону Команды СКА Прессингуют Защиту Хороший Проход У команды Магнитки Асала Проходит К воротам Коскина Идет 1-1 И Фин Фину Делает Подарок Забивает Второй Гол Команда Металург Команде СКА Команде СКА Конечно же Это не нравится И начинает Опять же Атаковать На скорости Летят И тут у нас Белов Толкает Коваржа на борт Но все в рамках Правил И Коварж В падении Цепляет У нас Белова Белов Впадает И судьи Коваржу Дают 2 минуты Штрафа Ко в большинстве К сожалению Ничего Они не реализуют Идет Опять у нас Молниеносная Атака Опять броски По воротам Кошечкина Херсли Щелкает Опять Щелкает Кошечкин Просто уже Наверное Стоит Синий Весь От его Ударов Идет К концу У нас Второй Период И тут Тимкин Бортует Зубарева Зубарев Падает Теряет Клюшку Судьи Готовы Дать 2 по 2 Минуты Но все Спокойно Все Ребята Разошлись И все Остались Без удалений И впереди Нас Ждет Третий Период В третьем Периоде Начинается Равная Игра И тут Магнитка Входит В зону Команды СКА И Зубарев Делает Великолепный Силовой Через Спину Он Перекидывает Косово И Каких-то Буквально Пару секунд И Зубарев По левому Флангу Вревается В зону Команды Металлург Шайба На ребре Щелкает Клюшка Ломается Рикошет И Гол Зубарев Сам В шоке Он не может Понять Как Так Клюшка Поломайка Забивайка Сделала Это Реализовала Свой Гол Команда Металлург В растерянности Кошечкин Так и не понял То что Шайба попала Все-таки В его ворота Ух Команда СКА Магнитка Конечно же Уже у нас Разозлилась Психует И тут И тут Великолепный Проход Зону СКА Семина С Филиппи Идут Двое на двое И просто В упор Расстреливают Коскинина Но слава богу Фух Пронесло Гола нет Понятное дело Лидеры Магнитогорска Уже подустали Ждут длинных Пассов Чтобы молниеносно Войти В контратаку И Ошарашить СКА Тем самым Забить Свой Победный Гол Но Команда СКА Ничего Подобного Им не дает И идут Опять у нас Молниеносные Атаки Шайба Оказывается За линией Ворот По левому Флангу У команды Металлург И тут Хабаров Выбрасывает Шайбу Шайба Ударяется В стекло Отлетает В Додонова Влетает ему В ухо У Додонова Идет Кровь Он Отправляется По трибунное Помещение Будем Надеяться Ничего Серьезного Все будет Хорошо А тут Радовалась Что они Все таки Убрали Такого Хорошего Игрока С борьбы И тут Терещенко Просто Влетает В зону Команды СКА Бросок Шайба Непонятно Где Шайба Коскин Не может Понять Где Шайба Но слава богу Опыт Помог И Коскин Остался На месте А Шайба Оказалась Под левым Щитком Тут же Команда СКА Контр Атакует И Хороший Пас От Ковальчика Барабанову Барабанов Пытается Бросить Но защита Зараза Не дает И тут У нас Данис Зарипов Отправляется На 2 минуты На скамейку Штрафников И садясь На скамейку Он и говорит Гениальный Комментарий Ко всей игре Суки Устроили тут Балет Тут же У нас Разращается В борьбу Додонов И команда СКА Реализует Свой Победный Момент Гусев Херсли Щелкает Шайба Попадает В маску Кошечкина Хофизулин На добивании ГОООЛ И тут Команда Магнитки Сразу Претензии К СУДЮ Что Почему Когда Шайба Попала В маску Кошечкина Не дали Свисток Тем самым Дать Понят То что Дезориентировали Кошечкина И Кошечкин Уже не видел Кто бросает И кто забивает Но на видеоповторе Видно Что Шайба Ударяется В маску Кошечкина Шайба Отлетает поворачивает вправо голову, видит, как Афизулин добивает шайбу, так что здесь все по-честному, и не надо тут у нас балет устраивать. Команда «Металлург» просто уже начинает закипать, их необешенная лиса пытается что-то сделать, атакует всеми силами, прут-прут-прут на команду «СКА». Идет у нас уже последние минуты третьего периода, «Магнитогорск» атакует, какие-то считанные минуты остаются у нас, и тут у нас начинаются стычки, и команда «Металлург» уже не выдерживает. Тут у нас в стычку вступает «Осоло», потом в стычку вступает у нас уже Тимкин и Зубарев. Тимкин к Зубареву говорит, «Слушай, дружище, подари мне, пожалуйста, свою сломанную клюшку, ломай-ка, забивай-ка». Но Зубарев говорит, «Извини, дружище, я сейчас весь игре, я все-таки тут в хоккей играю, а ты там сам иди, доставай клюшку». Она уже в помойке, к сожалению. И где-то за две минуты до конца третьего периода Кошечкин покидает ворота, и тут Шипачев у нас бросает пустые ворота, но Сандала перехватывает и не дает реализоваться твердому голу. И тут неудачный момент, самый последний момент, Кетов делает подножки и удавляет его на две минуты. И команда «Магнитки» у нас преимущество. Два игрока, 6 на 4. Идут последние секунды. Болельщики все уже вот-вот-вот-вот-вот. И победа! Ребята, победа! Мы выиграли четвертую игру! Счет в игре 3-2, счет в серии 3-1. Ура! Ска вперед! Ребята, спасибо, что смотрели мой такой вот обзорчик. Всем моим подписчикам, всем новым подписчикам, всем моим зрителям большущий-большущий привет. Ребята, смотрите хоккей, любите хоккей, потому что хоккей – это жизнь. Всем спасибо, всем пока! До новых встреч!